Так, ну что, ребят, всем привет, не буду долго запрягать, в общем, сейчас у нас пол шестого вечера по Киеву, 16 января, разбирая ваши монеты, которые вы просили в комментариях под видео, я напоминаю, вы можете под этим роликом, под этим обзором писать свои монеты и обязательно написать хотя бы одну причину, по которой вы хотите, чтобы я ее разобрал, если причины не будет, разбираться, соответственно, не буду. Ну давайте, сразу переходим, можешь подсказать мнение Арифа и Лина, просто давно за ними слежу, до падения битка были стабильные, довольно-таки после падения, думаю, вот докупать их или забыть. Вот, некоторые им будущее пророчили, я считаю, перспективные монеты однозначно, то есть, что Ариф, что Алина, я уже отвечал, по Арифу придется ждать Альцезона, то есть, когда будет Альцезон, я думаю, Ариф тоже выстрелит, жду выхода за 5-6 центов, вот, тут только ходу. Вот, по Алине, в принципе, плюс-минус аналогично, поэтому, кто не готов ждать, ребят, можете продавать, можно глянуть, какие пики тут были по Алине, поэтому сейчас благоприятная точка для закупки, что Арифа, что Алины, поэтому, как только они выйдут с накопления, они выстрелят, вот и все. Я думаю, тут понятно по поводу узнать монеты по теханализу, ну, причина не написана, поэтому, и я, по-моему, на стриме отвечал про некоторые из них, да, и я помню вчера, ну и плюс причина не написана, и, соответственно, сори. Вот, закупил в долгосрок, на 24 года, думаю, холдить, хотелось бы увидеть цену 200 по нему, ну, в принципе, в течение 5 лет это вполне возможно, я думаю, более чем. Вот, можешь подсказать, чего бы еще закупить от 2 лет и больше, что стабильно дало, ну, во-первых, стабильно, это сразу эти слова можно отбросить по поводу криптовалюты и жизни в целом, ничего стабильного нету. Вот, если стабильно, то это на работу, это не факт, то есть в любой момент вас могут выгнать, какую бы вы там должность не занимали. Вот, поэтому то же самое, по поводу там, что 10 тысяч икс или там 100 икс, я без понятия абсолютно, какая монета, сколько может дать, то есть я не мог предположить, что, допустим, тот же сент может дать, сколько он там, в 200 раз вырос, то есть я его покупал еще вот здесь вот, а мог заработать, ну, пускай даже здесь, те же там 20 икс или здесь 200 икс. То есть я не мог этого знать и видеть будущего, потому что истории не было на графике никакой, если бы была предыстория какая-то, как, допустим, по тому же к Сэму там, либо еще по какой-то монете, тогда да. А так, ну, без понятия абсолютно, какие еще монеты, если нужны перспективные монеты, вот, они есть в закрытом клубе, какие сейчас на днище в том числе и какие имеют максимальную перспективу в средний срок и долгосрок. Вот, по поводу того, какие монеты дадут, там, 10 тысяч икс или 100 икс, без понятия абсолютно, любая эта монета может быть абсолютно. Вот, понятное дело, чем больше иксов, но не каждый додержит еще, вот в чем проблема. Вот, я уже отвечал по поводу данной монеты на стриме, в принципе, можете глянуть, вчера я отвечал по поводу данной монеты, вот, поэтому не вижу смысла повторяться. Вот, Identity, я помню, да, обзор на канале был, вот, KYC, NFT, да, я помню, что IDTT монета, то есть, многие у меня за нее спрашивали, типа, стоит, не стоит покупать. Опять же таки, ну, надо было ее закупать, когда я советовал, то есть, когда еще у меня был обзор на канале данной криптовалюты. То есть, если видите перспективу, опять же таки, на данном этапе стоит ли закупаться, ну, пока по ней, не знаю, тухлячок, есть ли перспектива в плане долгосрока, ну, посмотрим, то есть, я без понятия абсолютно, есть ли перспектива, либо нет. Я обзор делал, да, проект, в принципе, стоящий, но, опять же таки, это было на тот момент, это было когда, два или три месяца назад, когда я делал обзор. Сейчас на данном этапе, ну, без понятия абсолютно, давайте глянем, ну, плюс-минус находится на тех же отметках, где и был, то есть, в пике он давал тут сколько, можно было 4x забрать, я не знаю, может, он давал и больше, вот, в октябре месяце, вполне вероятно, где-то здесь я обзор делал проекта. Он только стартовал, по-моему, даже может быть, два раза. Вот, поэтому на данном этапе тут уже решать вас, но, вам, но риски, я считаю, высокие. Вот, IDTT уже ответил, вот, когда-нибудь фиксируешь минуса или держишь монеты, пока они в ноль не опустятся? Я держу, как минимум, в ноль, а в идеале жду еще и плюса, то есть, ну, я не беру, я стараюсь не брать монеты, которые мне дадут минусы, и как раз за счет диверсификации у меня, даже в мае месяце, у меня портфель просел всего лишь на 40%, а не как у многих, там, на 80, 90, а то и 95, вот, за счет правильной диверсификации и правильного подбора монет, вот. Вот, и плюс еще отбирал монеты, которые, ну, то есть, вне зависимости от рынка еще и стреляли. Вот, если смысл, есть мысли фиксануть минус, ну, фиксируй минус, выходи с рынка, какие проблемы, перезайти в другие монеты, а то они себя плохо чувствуют совсем, посмотри их, пожалуйста. Вот, ну, опять же таки, я понимаю, что причина в том, что, типа, монета падает, но если хочется заниматься, извините меня, анонизмом вот этим и вот этой херней, что если монеты ушли в минус, ну, так ты тогда из одной монеты в другую будешь перекладываться, фиксировать минуса и потом просто с голой задницы останешься, вот и все. Хочется заниматься херней, занимайся. Вот, поэтому, я думаю, тут ответил. По поводу монеты, если не готов держать, если ты пришел вчера забрать прибыль, тогда нахера заходить на рынок криптовалюту. Я вот держу уже монеты, то есть, которые я закупил еще в апреле, в мае, то есть, я уже держу почти год, год, вдумайся, то есть, монеты, которые я советовал, ту же тету там, да, уже почти там сколько осталось. Вот, я держу ее, мы закупали ее еще там и в феврале месяце мы на пампе заработали и плюс еще докупали в мае, в июне, то есть, ну, я уже держу ее, получается, ну, да, месяцев 9 почти, да. Ну, да, получается, вот май, даже вот сейчас я скажу, лето, осень, ну, да, 8 месяцев, то есть, 8 месяцев я держу уже тету и многие другие монеты, которые я советовал. Ну, если хочется, ну, то есть, я не фиксировал минуса и не фиксировал плюс, потому что я знаю, что они дадут еще больше, вот, и продолжаю их докупать. Ну, если считаешь разумным решением фиксировать минус, окей, фиксируйся, потом, как бы, ну, скажешь, что крипта это скам, там, разводняк, пирамида и так далее, вот. Никто не делает разбор монеты ксек, было бы интересно, купил по глупости, он улетел вниз. Ну, я тебе скажу так, что я покупал ксек еще, сейчас я тебе покажу, где, опять же таки, я думаю, рост по ней еще будет, монета хоть и высокоисковая, она уже начинает восстанавливаться, я ее закупал еще вот здесь, вот, пока она стояла, поэтому, кто хотел усредниться и докупиться, можно сейчас это сделать, вот, поэтому в накоплении уже 4 месяца, в целом, обзор отдельный сделаю, как, со следующей недели буду делать обзоры монет, фундаментал, плюс технический анализ, и, соответственно, будет разбор монеточек, все будет отлично. Вот, я думаю, вам понравится, да, я даже уверен, там будут охеренные разборы, акции Zoom сейчас на дне, стоит ли прикупить? Ну, опять же таки, причина не указана, но в плане фанды, то есть, да, я видел, что Zoom там очень сильно упал, сейчас я в фанду не лез бы вообще, в принципе, то есть, потому что сейчас она сильно перегрета, ну и акции Zoom начали активно скидывать, я не изучал фанду, то есть, не изучал какие там новости, что у них там с компанией и так далее, Zoom выстрелил, да, потому что все переходили, там он хорошо дал иксы, то есть, с 20-го года, давайте глянем, вот, давайте, что у нас тут, март месяц, да, можно было там 5 иксов, ну, для фондового рынка это до хера, вот, поэтому, как-то же Тесла, там, сколько, на 5 или 10 иксов дала, то есть, но, опять же таки, надо понимать, что Тесла, ну, давайте глянем, Тесла, Насдак, вот, Тесла дала у нас, с марта месяца, ну, давала она где-то 11-12 иксов, вот, и сейчас все на хаях находится, поэтому я не вижу смысла, что в Apple там заходить, что еще в какие-то акции, то есть, ну, это, конечно, ваш выбор, но я смысла не вижу, я подождал бы, как раз-таки, какого-то обвала и еще одного серьезного кризиса, чтобы можно было закупиться на дне, вот, BitTorrent ID номинации, какие мысли по нему, я уже отвечал по BitTorrentу неоднократно, жду роста в долгосроке, SeaCoin, что думаешь, про него фундаментально очень полезный проект, вот, SeaCoin, я отношусь к нему чисто спекулятивно, как и к монете EOS, то есть, что это значит, что я его закупаю, жду перехая и буду фиксироваться, когда он его сделает, все, то есть, в долгосрок, может быть, часть оставлю, там, не знаю, процентов 10, может, и, а все остальное буду фиксировать, вот, я думаю, ответил, вот, монета Push, случайно вышел на нее, если можно, не понял, что значит, случайно вышел, вот, ну, давай, ладно, глянем, ну, сейчас валится в глобально нисходящем тренде, может и даст иксы, но монета непонятная, то есть, давай по фасту разберем, вот, потому что там еще первая часть ролика, там, комментов тоже дофига, 100 миллионов монет ограниченной эмиссии уже радует, вот, по поводу самой монеты, не знаю, DeFi проект какой-то, Ethereum Polygon Ecosystem, может быть, перспектива есть, без понятия, но, в целом, если видишь смысл закупать, тогда, в принципе, можно, то есть, у меня ответ не то, чтобы прям один и тот же, ну, сейчас она, я бы подождал бы коррекции какой-то, потому что сейчас заходить, ну, не знаю, по мне, я бы не лез бы, вот, IDTT уже отвечал, три раза уже задавали, там, Doge полетать решил за объявление даты запуска с логотипом, но я видел, да, что Илон Маск там начал форсить опять Dogecoin, то есть, сейчас закупаться, ну, я подождал бы, то есть, опять же-таки, закупаться надо на падении, многие еще, естественно, реагируют, когда начинается рост, ну, пока монета стоит вот так вот, никто не реагирует, когда монета начинает лететь вот так вот, все, естественно, начинают закупаться, ну, а я в них, соответственно, закрываюсь и разумные люди тоже как и крупный капитал собственно говоря вот поэтому вот это и называется хомячье мышление поэтому я уже говорил жду перехай подоги поэтому еще один импульс однозначно будет то же самое как и пошибу поэтому буду скидывать 90 процентов позиции точно по этим двум монетам меня надеюсь ответил кто закупался ждем вот монета вец маленькая миссия находится в конкретной коррекции феврале месяца свопа ончин которого нет аналога в крипто индустрии вот уже есть неофициальная своя биржа 2 футбольные команды то да 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 в общем две футбольные команды то 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 уже скоро четвертый год паза маркет ну давай глянем шо вец что за монета не знаю что за монета на самом деле спрашивали нас ты мне вроде бы отвечал на чё то не видно то есть пока что если и нигде не залистили то тогда скорее всего не гляну если ее нигде еще не залистили не накладом market copy нигде вот если за листят тогда напиши я вижу да ты постарался спасибо окей если она где-то за листится тогда глянет вот писался лайкнул очень понравилось жду новое видео если вас не затруднит напишите коммент под меня не понял ладно успеха развития монета джо и причина крипто новой информации мало джо и ну я видел да на бинансе и по моему залистили да ну то есть пока что стоит ли закупаться на двое глянем если больше история ну в целом тут уже восходящий канал то есть опять же таки закупаться в идеале надо было несколько дней назад если она с него выйдет дальше то в целом можно ждать дальнейшего роста ну опять же таки я такие графики не люблю когда вот это такая возня и большие споряды если глянуть что за монета вообще в принципе ну давай глянем и кривой токен насколько я помню в ланчика ecosystem в принципе я думаю может себя показать но опять же таки высокоисковая монета как и все как и все эти токены игровые вот поэтому надо это учитывать про крипту поет ну опять же таки покупая на слухах продавай на новостях поэтому тут надо понимать если уже все идут в какую-то криптовалюту то значит с нее надо уже выходить думаете city six старичок искусственный проект есть маленький уже отвечал она уже давала x и с нее надо было выходить на вот этом пампе можете еще дать может но в идеале на таких монетах когда она одной свечой дает там чуть ли не 5x дату и больше смысла нет в это на долгосрок я уже отвечал вот вот ну в принципе все пожалуйста монеты интересные проекты ну интересные проекты я не сказал что это прям сильная причина ну ладно в общем ага и сейчас на днище кто хотел докупиться можно это сейчас сделать zip не знаю по монете но что-то ничего нету вот по поводу зипа вот в целом я кстати что-то пытался найти доминацию а вот она что-то она не показывалась доминация у нас продолжает падать вот по поводу самого битка ну плюс-минус на одном месте я лозимся мы то падаем то растем в общем я смотрел мы сначала упали потом опять подросли ну короче ситуация как была так и осталось плюс-минус возня на одном месте поэтому могут ли пролить но в принципе могут вынести опять по стопам лангистов и потом в конце будем шартистов ну просто xrp я отвечать даже не буду я уже цели обозначал плюс причина не написано вот по поводу следующей части так ну что так помолчи сейчас я недавно в крипте такие вопросы как часто тут или иной токен становится скамом никто не может предсказать что тот же bitcoin не может скамануть я уже отвечал поэтому тут риски понятное дело какие-то монета менее рисковые какие-то более рисковые но нужно понимать что любой токен особенно молодой если он себя никак не проявит и никак не зарекомендует в течение полугода в идеале года то ну в принципе может скамануть говорит ли размещения монеты на бинансе шансов у нее на успех больше чем у тех ну скажем так безопасности больше но это не значит что бинанс не может залистить какой-то высоко рисковый токен который по итоги по итогу там скаманет либо они его потом могут просто за дили стить да и все поэтому вероятности есть что больше да больше но лишь вероятности это не стопроцентная гарантия часто обращаешь внимание на монеты которые сильно потеряли в цене насколько опасно брать их я считаю это самые лучшие монеты особенно ну кроме тех которые там какая-то неограниченная миссия либо неадекватно допечатают монету как допустим по slp там чья коин и так далее хотя многие их советуют ну опять же таки то выбор каждого ноги могут сказать что slp советовал да советовал но когда он был вот здесь вот когда он находился вот здесь зоне поддержки я сказала и опять же таки я сказал если он скоманет то это высокий риск вы должны это понимать я что же закупился и сейчас в минусе поэтому многие этого не догоняют науки вот это должна быть одна из одна из высокоисковых ну окей кто там залетел на всю котлету ребят ваши проблемы вот поэтому опасно ли братьях ну отчасти опасно но крипту в целом опасно покупать это высокоисковые инвестиции поэтому я об этом тоже в курсе говорил в принципе от условно с какой долей вероятности исходя из статистики такая монета окажется скамом ну никто не знает то есть 50 на 50 всегда если конкретно то антипс вину анти сильный проект и ps я тоже в данном нету хоть там и допечатали их то же самое как у антологи там по моему неограниченная миссия насколько я помню вин это вообще проект антологии к систем то есть это считаешь ну делся если кто понимает в игрушках есть то есть это как вторичная монета то есть там антологии к систем идет и это вин монета тоже на днище поэтому долгосроки перспектива у данных монет имеется но и ps я жду в среднесроке но там уже посмотрим вот дальше 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 монета и детей уже ответил разбери монету mc монета новая на бинансе есть если потенциал для каких отметок с стейка ее а я видел монету она там остались на лаунч пуле да то есть на данном этапе она сейчас пока валится я все-таки повременил бы не торопился с покупками пока у нее глобально нисходящий тренд поэтому лучше повременить и не торопиться с данной монеты я думаю ответил вот поэтому лучше переждать сейчас по поводу и т.ц. я уже отвечала в долгосрока отличный выбор то есть да там майнить и будут и многие считают что ну то есть она может заменить тот же эффект все может быть но на самом деле эфириум классик у нас изначально было да то есть могут стоячки рынка отписаться в комментах так это было либо нет но насколько я изучал информацию то есть сначала было фильм классика потом файк эфириум классика это был эффект но сейчас эффект понятное дело по популярности и по применению обходит эфир классик потому что на сети там экосистеме эфира и сети яхта 20 там много и транзакций проводится и плюс и нефтишки создаются поэтому эфиры популярность только будет набирать вот интересно посмотреть вины какие цели ну то есть правильный я уже ответил перед этим интересен обзор потому что единственный токен который достиг 99 тысяч долларов причина хорошая в целом я допускаю такие отметки еще раз потому что мы находимся в длительном накоплении и я насколько говорил помню то есть еще можно закупить параллельно с этим одеваем они вот монета еще есть и в целом данные две монеты обычно одинаково ходили и можно было на них хорошо заработать вот особенно когда это было летом двадцатого года то есть они стартанули и можно было практически озолотиться по моему на у кекси они тогда были еще вода и соответственно неплохо так помпанулись вот поэтому сейчас она находится накопление в долгосрока это как если по простому объяснить это как s&p 500 то есть когда индекс нескольких там компаний да ну то есть не все компании там технологические компании объединенные в один индекс то есть это как вы покупаете по чуть чуть каждой компании точно так же это как индекс дефир проектов но это насколько я изучал а там уже посмотрим но пока ними они себя так на именно обозначили наименовали до поле масс уже отвечал добра уже настоиме да плюс по поводу набула снабула с я сейчас не лес бы то есть тем более он торгуется к биткоина к доллару я не помню набула если глянуть может ли она выстрелить может но опять же таки надо учитывать что данный проект сверх высоко рисковый если он скаманет то опять же таки тут риски я бы даже сказал бы повыше чем в шибе и в доге поэтому в накоплении на днище но опять же таки не факт что выстрелить вот я думаю ответил по поводу сад кэш держу уже четыре года сильная команда разрывов по зато кэшу была куча отдельных видосов заходите в плейлист по зато кэшу и я в принципе там подробно разъяснял особенно когда они выпустили дорожную карту до двадцать пятого года и плюс халвинг у нас был напоминаю по моему 12 ноября двадцатого года и соответственно это был последний халвинг после которого у нас добывается за один блок это и и 15 за кэша вот поэтому в долгосроке за кэш я однозначно жду минимум по 2000 долларов я уже это обозначал данные отметки кто не верит ну окей ребят можете не держать потом посмотрим сколько за ткать будет стоить я уверен он и выше будет стоит но первая моя цель 2000 долларов вот понятное дело что это ждать и полгода год а то и дольше но все-таки монета стоящая вот что думаешь про монету money клон акс инфинити но не знаю насчет клона акс инфинити и money но сейчас глобально нисходящем тренде поэтому не лесба вот язык и комп разек уже ответил графики достаточно похоже я не сказал бы это нихера не одно и то же потому что комп он ходит намного слабее чем за ткэш я понимаю что графики в чем-то похоже но я скажу так что все основные монеты тот же него там либо к примеру там тот же qtum у них у всех и графики плюс-минус похожи вот эти формации которые сейчас образуются вот поэтому по компу тоже однозначно перспективный проект плюс он сотрудничает с мультивалютным кошельком эксодусом да у них там какие-то и не помню то ли бонусы то ли стейкинг ну короче я уже не помню можете зайти сами скачать глянуть какое-то партнерство у них имеется плюс ограниченная миссия в 10 лямов монет что тоже привлекательно меньше чем у битка даже вот и плюс сам по себе хороший проект и достаточно раскрученный я думаю он сейчас на днище можно его смело закупать вот закупился по чем думаю закупиться на 150 как ты думаешь стоит ли мне это делать ведь фундаментал и разработчики топовые ну во первых если они не исправят момент с тем что не уберут неограниченную эмиссию потому что на данном этапе как видите тут нету max supply и соответственно монета бесконечно ее майнят и сливают майнят и сливают поэтому я считаю монета высокоисковая если видите перспективу можете закупать если вы хотите на всю котлету либо там большую часть депозита вложиться в нее я считаю это не лучший выбор я считаю это высокий риск даже повыше чем ну либо на уровне с шибом и доги либо ну повыше даже но это мое мнение вот по поводу полос она пока не на хайпе ну я бы не сказал бы она уже была на хайпе перед этим то есть она уже стартовала и давала x и мы на ней заработали не помню то ли 2 то ли то икса это не шибко много да в том же закрытом клубе но как видите сейчас она ушла в коррекцию я подождал бы пока она пойдет хотя бы к вот этим отметкам либо вообще к вот этим то есть пойдет не пойдет по увидим в скором времени там уже будет видно но опять же таки не факт что пойдет то есть надо ждать хотя бы пускай она стоит сейчас она пока валится поэтому если брать то судьба в долгосрок и вот по поводу сидуш я уже отвечал миллиард раз плюс на стриме я помню евгений задавал вопрос вот поэтому надеюсь на все ответил если остались какие-то вопросы пишите в комментах под данным обзором и обязательно отвечу и обязательно указывайте хотя бы одну причину либо это фундаментальная причина либо по которой вы решили закупить там ну к примеру там монета понравилась либо увидели вот такого-то блогер либо еще что то в общем у каждого причина своя поэтому пишите в комментах всем удачи всем пока спасибо за внимание и не забывайте делиться с друзьями подписывайтесь на канал потому что я увидел 40 процентов по моему людей которые смотрят канал не подписаны до сих пор поэтому обязательно подписывайтесь чтобы ставьте колокольчик все уведомления потому что видео выходит ну не то что редко но метко но скажем так контент я считаю действительно качественные немногие знают про мой канал ну и обязательно конечно ставьте лайки дизлайки и пишите обратную связь и какие идеи идеи да иудеи идею у вас есть по поводу канала вот всем удачи всем пока